Всем привет! Сегодня я бы хотел сделать обзор на такую игру как Осу. Я знаю, что таких видео на Руси Гмете уже десяток, если не больше, но обзор на данную игру это единственное, что мне пришло в голову при обдумывании идеи для видео. Для начала я скажу, что Осу это музыкальная игра, созданная Дином Гербертом, также известной как Пеппи. Игра увидела свет 16 сентября 2007 года. В игре есть четыре разных режима. Такие как СТД, Мания, тоже пианино, Тайка, барабаны, И режим, в котором надо ловить фрукты. Давайте по порядку про каждый из режимов. СТД, он же стандартный режим, берет свое начало из игры под названием Осу Татакая О'Ядан. Она была выпущена двумя годами ранее, то есть в 2005 году, на приставке Нинтендо ДС. В стандартном режиме есть несколько аспектов, которые объясняют в туториале. Такие как, например, нота, то есть обычный кружок, на который нужно просто нажать в ритм музыки. Слайдер, отличается от ноты тем, что кроме нажатия нужно провести этот самый слайдер до конца. И спиннер, ну тут все просто. Тут нужно с нажатой кнопкой вводить своим курсором вокруг точки в центре. Он, кстати, не раз спасет твои фейлы на разных кардах. Запомни его, он твой бро. Также есть такие аспекты, как стримы, не те, которые на твиче, джампы, спейс стримы и подобное. Но об этом я в этом видео не расскажу, так как это аспект уже более профессиональной игры. Так, со стандартным режимом мы закончили, поэтому давайте перейдем к другим. К сожалению, про другие режимы я много рассказать не смогу, так как в сумме потратил на них не более двух часов, но поделюсь информацией, которой владею. Итак, осу мания, оно же пианино. Из всех режимов в игре я считаю манию самой интересной, хоть и не умею в нее играть. В ней есть свои, так скажем, подрежимы, такие как 4 клавиши, 5 клавиш, 7 клавиш и тому подобное. Их название, я думаю, говорит само за себя. В мании я смог осилить только 2 звезды на 4 клавишах, в то время как в стд я спокойно играю на 7. Но оно и не странно, ведь мания, во-первых, сложнее в импруве, а во-вторых, на нее я трачу намного-намного меньше времени. Соса мании закончили, перейдем к тайко. Тайко это режим для тру японцев, у которого в каждом торговом центре стоит автомат с тайко. Примерно вот такой. И к сожалению, больше ничего про данный режим я рассказать не смогу, потому что с него я играл минут 20 от силы. И последний режим в игре это Catch the Beat. Тут нужно ловить фрукты. Изначально я считал, что этот режим добавлен не чисто для рофла, но почитав комментарии некоторых людей из групп ВК и на форумах, я понял, что это довольно-таки серьезный режим в довольно-таки адекватном комбиненте. Скорее всего, самым адекватным во всей игре. Итак, я рассказал про все четыре режима игры в ВОСУ. В какой играть, а на какой забить, это уже решать вам. В основном, в ВОСУ играют довольно-таки добрые и отзывчивые люди. Хоть как и во всех играх, бывают некоторые уникамы. Так как я из России, могу сказать, что в русском комбиненте игры таких около 15-20%. Но и те, в основном, такие из-за того, что только недавно пришли в игру. Порог для входа в игру довольно-таки низок. Для тебя потребуется лишь наличие глаз и рук. В игре присутствует своя рейтинговая система, то есть за прохождение карты ты получаешь ПП, а ниже и Performance Points. На момент записи видео у топ-1 игрока в мире с ником WhiteCat 19158 ПП. А ведь ему всего лишь 16 лет. И это означает, что топ-1 может заняться совершенно любой человек. Я всё ещё не сказал самого главного. Так как ОСУ хоть отчасти, но является ритм-игрой, а значит, что ты убьёшь у неё все нервы. Но ты будешь продолжать в неё играть, ведь тебе это нравится. В игре почти все карты созданы такими же людьми, как и ты. А это значит, что ты можешь найти любую песню, которая тебе нравится. А если не нашёл, создай сам. Хотя это не так просто. Ведь расставить все ноты и слайдеры так, чтобы это было играбельно, не так уж и просто. Лично я пришёл в игру только для того, чтобы поднять свой АИМ в CSGO. Но по итогу полностью перешёл в ОСУ. И даже более, я потерял абсолютно весь свой скил. Но ты не потеряешь свой скил, если будешь играть на мышке. Может быть, ты даже немножко импробнешься. Я же, спустя 4 месяца, насмотревшийся игры от профессиональных игроков, прикупил себе графический планшет. Но и покупка планшета не пробнит тебя сразу же. Лично я приучился 2 недели, чтобы достичь того же уровня на планшете, что и на мышке. Но в будущем тебе будет намного проще играть на планшете, нежели на мышке. Также, в игре существует мультиплеер. Но я считаю, что он создан лишь для того, чтобы ты пофанился с друзьями и для турниров. Это весь смысл мультиплеера, который я нашёл за 3 года игры. Изначально, придя в игру, ты можешь осмотреться видео профессиональных игроков, где ты совсем не будешь успевать следить за курсором. И решить, что игра совсем не создана для тебя. Но я тебя остановлю и скажу лишь то, что они играют уже десятки лет. А игра очень даже проста. Для этого даю слово своему другу. Алло. Алло. Что ты можешь сказать про Осу? Опять ты со своим Осу? Ты мне уже задолбал. Иди ты на... Ну, кажется, он сегодня не в настроении. Итак, я думаю, что достаточно сказал для данного видео. Я думаю, я тебя хоть как-то и заинтересовал, и ты всё-таки зайдёшь попробовать эту игру. И из тебя вырастет новый Кукизи. Если хотите, чтобы я продолжил делать видео по Осу или другим играм, поставь лайк, напиши комментарий и подпишись, а то чё-то как не крутой. И самое главное, переходи в описание, там есть ссылка на мой твич канал. Переходи на него и наслаждайся стримами почти каждый день по вечерам. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok